Повторение мать учения 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 Мы в частности говорили о многом о том, как орден иезуитов уничтожил протестантизм. Мы говорили об этом, читали в Великой борьбе, что они сделали. То есть они много чего плохого наделали, но как они основательно остановили протестное движение, они стали организовывать школы, они стали организовывать колледжи. Великая борьба. Они, то есть ордены иезуитов, основывали колледжи для княжеских отпрысков, школы для простолюдинов, вовлекая детей из протестантских семей в исполнении папских обрядов. Мы читали об этом. И в результате дети предавали идеалы свободы, за которые так мужественно сражались и проливали кровь их родителей. Этот орден быстро распространился по всей Европе и повсюду способствовал возрождению папства. Друзья мои, это очень серьезный вопрос. Вопрос образования. Я хотел бы немножечко на этом остановиться. Смотрите, что Елена Уайт сказала в книге «Руководство для домашних и церковных школ». Она пишет, «Сейчас, как никогда прежде, нам необходимо понимать, что такое истина наука образования. Если мы не сумеем сделать этого, то что?» Знаете, очень серьезный вопрос. Вопрос образования. Образование наше и наших детей. Тоже мы читали эту цитату. Это сказал третий президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон. «То есть преображаясь в различные образы, таясь, выдавая себя за издателей, редакторов, писателей и еще кого?» Учителей. То есть фактически иезуиты, они чем занимались? Они там, где не могли основывать школы. Кстати, если вы обратили внимание, всегда рядом возле католических костелов есть школы. Вот постоянно. Вот они всегда стремятся, чтобы рядом была школа. Если в этих странах у них не получалось организовывать школы, они чем занимались? Они проникали сами в эти учреждения, в учреждения протестантов и выдавая себя за кого? Томас Джефферсон говорит, за учителей. Вот так они себя вели. Именно поэтому, не только поэтому, но вообще, Элина Вайт говорит в книге «Воспитание детей», страница 305-я. «Несмотря на столь ясное наставление, кое-кто из народа Божьего позволяет своим детям ходить в государственные школы, фактически окунаться в среду, развращающую учеников». Вы знаете, то есть она обращается к своим братьям и сестрам, к адвентистам, к семьям, у которых есть дети. И фактически она говорит, друзья, ну, такое ясное повеление от Бога, а кое-кто из вас позволяет, чтобы дети ходили в государственные школы. Фактически вы позволяете вашим детям что? Окунаться в среду, и это приводит к разврату. Как вы думаете, если бы Элина Вайт сегодня пришла в наши церкви, что бы она сказала? Как бы она говорила, на что бы она ставила церковь? Если тогда она говорит, кое-кто, то есть есть еще там единицы, которые позволяют, чтобы дети учились в государственных школах. Как обстоят дела? А? Да, если они не позволяют, то они становятся и фанатиками, и так далее, и тому подобное. Она пишет в «Ревион Геральт», единственной причиной для создания наших собственных учебных заведений является тот факт, что родители не в состоянии противодействовать влиянию учений, которые преподают их детям в общеобразовательных школах. Ложь уводила нашу молодежь на скользкие пути. Вы знаете, я пережил это на собственном опыте, когда моя дочь, она ходила в государственную школу. Вы знаете, фактически была борьба, потому что, ну, сколько времени ребенок может провести со мной, да, и сколько времени она находится в школе. И фактически она приходит, и я ей говорю, Катя, вот надо вот так, надо так. Она говорит, папа, а вот наша, а моя учительница говорит вот так. Я говорю, ну, подожди, твоя учительница говорит, я твой папа, да, а Мария Ивановна сказала, да, то есть, вы понимаете, уже авторитет. Я думаю, Господи, ну вот, и я чувствую, что я, как отец, я проигрываю это сражение. Мне это очень не нравилось в свое время. Не должно так быть, не должно так быть. Она пишет, никто другой не может оказывать более сильного влияния на умы детей и молодежи, чем тот, кто преподает им принципы науки. По этой причине возникла необходимость в школах, где детей учили бы принципам Божьей истины. Друзья мои, вот что самое важное. В школах с детства должны обучаться принципами Божьей истины. Это была наша цель. Хочу вам один опыт рассказать, но опыт немножечко печальный, то, что я узнал. Вы знаете, я когда совершал служение в Эфиопии, я решил посетить школу одну. Там рядом была школа. Я только 50 метров сделал, вот сразу мне дети окружили. Это ученики. Это у них школьная форма. Поверьте, это единственная одежда, которая у них есть. Ее одевают постоянно. Вот дверь этой школы, видите, какая шикарная. Вот в этой школе два здания. В одном здании получается так. Четыре кабинета. Можно сказать так, что в восьми комнатах обучают восемь классов. То есть в каждом классе. И в каждом классе около ста детей. Можно сказать, что сто детей – это один класс. Причем даже слышно, как малярийный комарик жужжит. То есть там такая дисциплина строгая. Там в уголку такой прутик. Бывает, но очень редко. Учитель прям приглашает этого человека принять благословение. И вы знаете, когда родители приходят, они даже благодарят учителей, что те помогают им их воспитывать. То есть спасибо вам. Вот такое у них очень сильное уважение к взрослым. А? Мне кажется, мне даже слова такого не знать. Но я просто хочу вам сказать. Там дети настолько воспитанные, что вот я говорю, когда я приехал, я рассказывал, я стал мыть обувь свою от болота. Так меня дети обступили и стали кроссовок вырывать. И я думал, что они украдут этот кроссовок. И я так уцепился за него, знаете, за последнюю соломинку. Я не отдам, мне нечего больше обуть. И пастор подбегает быстро, говорит, пастор Вадим, нет, нет, это дети просто хотят вам помыть этот кроссовок. Просто для них позор, когда взрослые работают, а дети отдыхают. То есть это стыдно им. И они ищут работы. Они рано утром встают, родители спят, дети просыпаются. Дочка толочит муку, пшеницу, чтобы мама рано утром проснувшись, была мука, и она спекла лепешку. Вы знаете, когда смотришь на это все, вот такое воспитание, вот такие дети там. А? На перевоспитание? Ну, вы знаете, у детей ничего нет, но вот они такие счастливые, вот то, что у них есть. Они очень, я помню, когда Библию мы привезли, так эти взрослые не успевали даже. Они только коробки дотрагивали, дети быстро, раз, и такие коробки из Библии они тащат. Просто нет шансов взрослым работать. Дети везде, они все берут на себя. То есть удивительно. Вот эта школа, вот это евроокна, видите, тут кондиционеры. Все как положено. Я не знаю там, какие стеклопакеты, у них сколько профилей. Это забор. Вот такие детки. Это детская площадка у них. Доска объявлений. А здесь учителя живут, этой школы. Я не заходил, меня приглашали. Честно, мне было страшно туда заходить. Но не об этом. Вот эти детки, они такие радостные, счастливые. Это у них перемена была. Я зашел. А вот директор этой школы, тоже молодой человек. И вот я зашел к ним в библиотеку. Я говорю, ну там разные книги у них были. Я говорю, покажите, пожалуйста, Библию. Сколько у вас Библии? Директор так смотрит. Пастор тоже был там. Библии? У нас нету Библии вообще. Я говорю, подождите, стоп. А как это в школе, в библиотеке нету Библии? Мне говорят, а нам запрещено иметь Библию. Нам запрещено читать Библию. Нам запрещено открывать Библию. Я говорю, ну а как так получилось? Ведь раньше это была наша школа. И вот такую историю рассказали. Я многому чему научился из этой истории. Получается так, что в самом начале наших школ было в Эфиопии очень много. Очень много. И потом правительство, она увидела, потому что действительно, какой вклад адвентисты вносили в образование, это было заметно. И выходили оттуда очень такие талантливые, образованные, знающие английский язык. Но вы знаете, каждый, кто выходил, первая мечта у них была, все, кто обучался в нашей школе, быть миссионером. То есть это было у них горячее желание. Знаете, как раньше в Советском Союзе? Кто? Космонавт, да? Вот там кто? Я хочу быть, служить Богу. Я хочу быть миссионером. И тогда там изучали, в основном Библию и Дух Пророчества изучали. И вот детки взрослели, они хотели стать служить, и служили Богу. Потом пришел министр и говорит, вы знаете, друзья, мы хотим вам подарить бесплатно аккредитацию. Но мы тогда были не признаны учебным заведением. Но как-то так здорово, аккредитация. Это здорово, теперь мы признаны. Как это замечательно. Но потом министр сказал, вы знаете, вам только добавить предмет нужен, вот этот. Ну, сказали, ну, хорошо, ведем. Через какое-то время введите еще, пожалуйста, вот эти два предмета. Ну, ладно так, тиснув зубы, как бы дополнительно вводили. Потом говорит, еще вам надо три предмета ввести. Наши сказали, стоп, подождите. Мы уже, мы были адвентийским учебным заведением, а сейчас мы просто перенимаем их программу. Ихние учебники. Ну, какой смысл, да? Они говорят, ну, если вы не пойдете по нашей программе, мы тогда полностью заберем все ваши учебные знания. И президент конференции говорит, нам надо было сражаться. Но они сразу как-то сдались. И просто сдали наши школы. И теперь были адвентийские, стали обычными. Вот прекрасная новость аккредитации. И теперь, когда уже дети обучаются в этих школах, уже никто не хочет быть миссионером. Никто практически не хочет служить Богу. Так. Просто хотят в общество, они хотят, мечтают в Израиль полететь. Потому что там израильтяне, они считают эфиопов, как троюродные братья такие, да, там, царицы Савской. Дают и кредит, и обучают. Все мечтают о другой прекрасной жизни. Но миссионерам нет. Поэтому, друзья мои, вот это я хотел вам, этот пример сказать. Иногда мы гонимся за какими-то бумажками, дипломами, признаниями. И потом это висит, и никому это не надо. А в итоге мы теряем самое главное под этим. Я это хотел сказать. Журнал «Адвентистский мир», август 2013-го, Тед Вильсон сказал. Я призываю всех руководителей колледжей и университетов, насколько возможно сделать своим приоритетом, нанимать на работу только преподавателей и сотрудников, являющихся адвентистами седьмого дня. Только. Чтобы все преподаватели были адвентистами седьмого дня. Иначе, он говорит, вы не сможете выполнить свою миссию. И ваше учебное заведение станет каким? Ненужным. Вы согласны с этим утверждением? Конечно. Конечно. Вы знаете, самое худшее, что может быть, это когда в здании, купленное народом Божьим, идут наши дети. Мы платим за это деньги, чтобы наши дети учились. Но в итоге они берут халдейские учебники, халдейскую программу, и там обучают их и католики, и православные, и пятидесятники. И потом такие слова. У нас адвентистская школа. Друзья мои, это не адвентистская школа. Вы знаете, это самое худшее вообще, что можно придумать. Конечно, нам надо молиться, и Тадвильсон тоже это понимает, чтобы все учителя были адвентисты седьмого дня. Вы знаете, чем мне нравится Эфиопия? Эфиопия – это страна, где люди очень открыты к Слову Божьему и готовы меняться. Я как-то рассказывал вам о примере кофе, как они резко деревья все повырубали, это интересно. Но еще один момент. Я преподавал этот семинар служителям. Вот все пастора были там, и переводил мне президент конференции. И вот я рассказывал им как раз о том, о чем говорю и вам. А у них в Эфиопии 35 адвентистских школ есть. Есть. Но, скажем так, их гораздо было больше. Гораздо больше. Потихоньку стали восстанавливаться. И вот я говорю обо всем, что говорю вам. На следующий день, смотрю, президента конференции нету. Где он? Он прислал другого переводчика. Приходит другой переводчик, мы проводим семинар, все в порядке. На следующий день приходит пастор Фромс и говорит, брат, а где вы были? Он говорит, ну как где? Я послушал семинар. Так, он говорит, ты что? Я собрал всех директоров школ наших. И сказал, вот даю вам один год, чтобы через год все были учителя-адвентисты. Я так слышал, я говорю, как? Он говорит, ну нужна нам реформа? Я говорю, ну да, нужна. Ну вот я услышал об этом, вот такую реформу будем делать. Я думаю, господи, это же как здорово, да? Это как прекрасно. То есть услышали, поняли, осознали, нужно, нужно, собираемся так, через год, чтобы у нас были только адвентистские учителя. Мы будем взращивать, поднимать, развивать. Вот это директор одного такого важного учебного заведения, он говорит, говорит, пастор Вадим, у нас все проблемы именно из-за учителения адвентистов. То есть мы собираемся, делаем какие-то комитеты, постоянные какие-то возрождения, возражения, недовольства и так далее. У нас сколько проблем, говорит, спасибо вам, что вы вот это сказали, и эта реформа началась. И он так благодарил, и он говорит, все, не разрешают, но он попросил 22 Библии, и мы подарили ему 22 Библии для школьной библиотеки, чтобы они там были. Ну, слава Господу. Вот что еще пишет Елена Уайт. Наши учебные заведения должны были противодействовать влиянию мира и ни в коей мере не потворствовать аппетиту, чувственным наслаждениям, гордыне, амбициям, любви к моде, самовозвышению, похвалам, лесте и стремлению к наградам и почестям за хорошие успехи в учебе. Наши школы должны были всему этому препятствовать. То есть вот Елена Уайт говорит, что вот эти всякие стремления к наградам, к почестям за хорошие успехи в учебе, вот этого конкуренции, вот этого соревнования не должно быть. Наши школы как раз должны противодействовать были всему этому. Вы знаете, друзья, мне кажется, что в основном вот эта огромная проблема. Я даже сейчас, вот в наше время особо это чувствую. Вы знаете, задача дьявола убедить нас, чтобы мы так себя воспринимали, что мы можем друг без друга обойтись. А задача... И мы как будто друг другу конкуренты. Вот где-то там, ты сколько крестил, а ты, ну еще где-то, вот какие-то нюансы, вроде бы это не поощряется, но внутри это есть. Задача Бога как раз дать понять, что мы не конкуренты, а мы сотрудничаем друг с другом, потому что мы нуждаемся в друге. У меня есть то, что нет у тебя, а у тебя есть то, что нет у меня. И мы нужны друг другу. И поэтому мы должны объединиться, и мы вместе делаем какое-то общее дело. Так вот, на корню в государственных школах это рубится. Там на корню взращивают, чтобы мы были конкурентами, чтобы мы соревновались друг с другом. Это вводится нашим детям. Вот я вам приведу один простой пример. Я пришел в школу, это был шестой класс, по-моему. Моя дочь еще училась в халдейской школе тогда. Я прихожу, и я вижу такую картину. В коридоре завуч, мама, сын, я не помню, как сына зовут. Назовем его Васей, хорошо? И еще классная руководительница. И вот мама... Получается так, Васька плачет весь, слезы текут, все, знаете, на него вот так. И Вася плачет и говорит, мама, я... Вот мой друг, говорит Миша, к примеру, да, он очень хорошо знает математику. Он знает лучше математику, чем я. Он говорит, но ему просто нужно было помочь. И я вот подсказал ему. И дальше он справился и пошел делать, решать все сам. А директор говорит с классной вместе, завуч. Вот видишь, вот из-за того, что ты помог, подсказал, за это тебя выгнали из класса, ну, потому что контрольная была, да? А Миша получил пятерку, говорит, а ты? А ты получил двойку. И из-за него получил двойку, да? И мама тут же, вот видишь, Вася, я тебе говорила, надо за себя думать, надо тебе в жизни пробиваться. А ты вот помог другому и видишь, что произошло? Надо о себе думать в первую очередь. А что ребенок? А ребенок просто хотел помочь своему другу. В чем проблема? Но он воспитывается в этом страшном взрослом мире в духе конкуренции и борьбы. И какой урок для себя взял Вася? Никогда самому пробиваться. Все внимание на себя, ради себя и для себя. Вот что поощряется в школе. Поэтому вот эти соревнования... Знаете, друзья, у меня три высших, так в одной из них юридическое. И когда я учился на юридическом, нам сказали так. Вот вы закончите, если вы закончите отличниками, на мантиях вам поставят такую золотистую полосочку. Ну все, и ушли. О чем мы думали, студенты первого курса? Как помочь друг другу, чтобы мы все получили золотые полосочки? А каждый думал, как бы мне получить эту полосочку? И прям думали, вот когда мы выходим в конце, когда мы уже заканчиваем учебное заведение, мы выходим с нашими мантиями. Ну, у других, как у других. А у меня вот это вот свисает золотистая полосочка. Понимаете? Зачем это? Потом всякие турниры, соревнования, спорт, там бокс, там один университет против другого университета. И вот это вот постоянно. Друзья, зачем это нам? Елена Уайт говорит, что наши учебные заведения должны были всему этому препятствовать. Потому что в других заведениях этого полным-полно. Вот эти похвала, почести. А нам это не нужно. Мне очень нравится, когда наш руководитель Всемирной Церкви Тед Вильсон, он перечислил семь пунктов, которые разрушают церковь адвентистов седьмого дня. Это он произнес в Сильвер Спринг 11 октября. И третий пункт, смотрите, что он сказал. Отвлечение людей с помощью светских мероприятий, таких как соревновательные виды спорта. Вот он назвал семь причин, которые разрушают. И третью причину он сказал, вот что разрушает наши церкви. Вы можете найти эту проповедь, она есть в интернете на русском языке. Я оттуда скачал. Он говорит, третье, это отвлечение людей, ну особенно молодежь. Правда, друзья? Чем? Вот какими-то светскими мероприятиями. Вот что-то такое тусовочное создать, еще вот чтобы соревноваться друг с другом, да, вот еще где-то. Зачем это нам нужно? Нам нужно наоборот учить друг друга, чтобы мы объединялись друг с другом, и для того, чтобы вместе мы сделали одно общее дело. Поэтому соревнования в любом виде нам это не нужно. И Бог четко дал. Вы знаете, Элине Уайт, Господь Бог, четко показал, какие предметы должны быть в наших учебных заведениях. Он показал, какие предметы должны быть в школе, какие предметы должны быть в колледже, и какие предметы должны быть в университетах. И вот я систематизировал Это все. И собрал. Вы хотите знать, какие предметы? Вот прям Бог сказал, должны быть в нашем учебном заведении. Вот я их собрал все. Сейчас мы быстренько пройдемся. Итак, первый предмет – изучение Библии. Изучение книг Священного Писания. Далее следующее – должна быть предмет природы. Я быстренько пройдусь. Физиология и гигиена. Это и в школах, и в университетах наших, везде. Просто там на начальном уровне, а дальше более углубленно. Да, вы понимаете же. Следующий предмет – трудовое воспитание и практические обязанности. Земледелие. Приготовление пищи. Шитье. Иностранные языки. Чтение и культура голоса. Грамотность правописания. Арифметика и учет. История и пророчества. То есть, вы понимаете, не просто там Александр Македонский захватил, Бог позволил Навуходоносору захватить, потому что, да, то есть сравниваться все с пророчествами должно быть. География и миссия. То есть, не просто географию изучать. Говорят, вот сегодня поговорим об Эфиопии. Это, знаешь, вот Эфиопия нуждается вот в этом, в этом. Поэтому нужно миссию совершать и так далее. То есть, удивительно. Музыка и пение. Миссионерская работа. Предмет. Миссионерская работа. Использование денег и систематическое пожертвование. Естественные науки. Да, там. География и так далее. То есть, пожалуйста. Геология. Культура поведения. Вот 19 предметов я начинал. Друзья мои, скажите, какие предметы здесь ненужные? Вообще ненужные. А? Друзья, вы замечаете, что все эти предметы, они практические. То есть, это то, что пригодится нам в жизни. Потому что, в основном, я вижу, что я просто параллель так увел. Я брал тоже светские учебники еще со времен СССР, там математика, другие. Взял те сейчас, которые учебники дают нашим детям. Я заметил, я не знаю, вот этот талант надо иметь. Одна и та же тема. Но в этих учебниках в СССР, ну так просто и понятно, на пальцах объясняется. А в новых учебниках, ну так и объясняется, что я сижу дубом, я не знаю. Я не могу сразу понять. Вы понимаете, иезуиты, они нацелены были на то, чтобы так сделать, чтобы так мозги забить. Причем у них ни в коем случае не... Они воспитывали стадный эффект. Ни в коем случае не нужно было, чтобы, знаете как, чтобы инициатива, она не поощрялась. Какое-то твое творчество. Знаете, к чему образование? Вот скачал и сдал. Вот сейчас пишут и курсовые, и дипломные. Вот сейчас, друзья мои, обучение происходит таким образом. То есть, это передача информации с конспекта учителя в конспект ученика, минуя головы обоих. Вот как сейчас происходит обучение. Вообще, то есть, мой ребенок приходил никакой убитый вообще. Что он там учился? И почему-то, знаете как, фактически, я помню разговор с отцом. Преподаватель говорит, ваш ребенок ничего не знает. Отец, учительница. Отец такой смотрит. Подождите, я же его для этого в школу отправляю к вам, чтобы он что-то знал. То есть, задача сейчас такая, что фактически родители, то есть, всю нагрузку и ответственность на родителей. А что они там? И этот, представьте себе, ребенок, замученный, никакой, с утра до обеда, приходит домой, и еще полдня ему надо уроки делать. Я помню этот момент, и загружая, еще родители такие, ну еще на дополнительный надо пойти, тебе еще вот этот кружок, еще вот этот кружок. Я помню в одно время, когда я был руководителем молодежи, говорю, друзья, давайте на молодежку соберемся, нам нужно это сделать, то у нас нет времени. Там что там, мой ребенок в бассейн на плавание ходит, а вы тут про какую-то миссионерскую работу им рассказываете. Или еще какие-то примеры, мой ребенок там, ого-го. Где потом эти дети? Знаете, друзья, конечно, многое можно об этом говорить. Я сейчас некоторые моменты хочу конкретно, может быть, сказать. Вообще, по Божьему замыслу, чтобы вы знали, я очень благодарен Богу, что есть адвентистские школы. Я очень рад, что они есть. И хорошо. Но на самом деле, вы помните, когда появились школы пророков, вот по Божьему повелению? Вы помните, почему организовались школы пророков? По какой причине? Я хотел бы, чтобы мы вспомнили это. Книга «Воспитание», 45-46 страниц. Отцы и матери были безразличны к своим обязательствам по отношению к Богу и к своим детям. Неверие в домашней среде, влияние идолопоклонников извне способствовали тому, что многие еврейские юноши воспитывались совсем не так, как предусмотрел Бог. Они стали следовать обычаям язычников. По чьей вине? По вине родителей. И смотрите дальше, Елена пишет. «Чтобы противостоять этому растущему злу, Бог послал новые средства благого влияния в помощь родителям. С давних времен пророки являлись учителями, определенными Богом. Для подготовки таких учителей Самуил под руководством Господа основал школы пророков». Конечно, эти школы, они очень отличались от теперешних школ, потому что там были эти предметы, которые Елена Ваэта говорила. Но почему были допущены эти школы? Потому что родители, что? Они не справились. То есть, изначальный Божий план, друзья мои, каков был? Чтобы дети были на домашнем семейном обучении. Друзья мои, вот кто бы что ни говорил, да, все это. Но идеальный Божий план – это домашнее семейное образование. Вы знаете, я говорю это не просто вот потому, что я прочитал. Я стал исследовать и стал жить так, как написано. Я получил особые благословения. Вы знаете, пару слов скажу об этой школе, интересно, Home Life Academy, на котором обучается сертификат, когда моя дочка получилась, когда она поступила в восьмой класс. Мы ее перевели на домашнее обучение. Ну, так разделили. Папа гуманитарный преподает предметы, а мама математический. Вы знаете, это же такое счастье было. Каждый день я с дочкой занимаюсь, каждый день. Я изучаю с ней историю Ветхого Завета, историю Нового Завета, прям предметы. Я готовлю для нее тесты каждый раз, она их заполняет. Мы потом делимся, общаемся. К примеру, там предмет история, мы изучаем историю реформации. Я тоже готовлю для нее определенные вопросы. Мы изучаем. Вы знаете, раньше я как-то заметил, что мне как отцу не всегда хватало времени для моей дочери. Вот как-то вот. А сейчас, благодаря этой школе, я всегда уделяю внимание и время своей дочери. Вы знаете, раньше у меня, может быть, не было так много времени, чтобы изучать так основательно Библию и Дух Пророчества. Сейчас у меня еще больше времени, потому что хочешь не хочешь, но я должен это преподать моему ребенку. И вы знаете, что я понял? Вот Божьи планы интересны. Эта школа нужна не только моему ребенку, эта школа нужна и мне как отцу, для моего духовного роста. Вы знаете, это уникальная из всех школ, которые я исследовала, это уникальная школа, потому что она дает полную свободу родителям. То есть мы не сдаем никакие контрольные, никакие тесты абсолютно. Эта школа построена на принципы полного доверия родителям. То есть мы, родители, ставим оценки своим детям. Вот я, отец, итоговую, даже итоговый аттестат за 12 класс буду ставить я. Вы можете себе представить? Ребенок мне... Представляете, каким авторитетом обладаю я, как отец. Ребенок смотрит, что, Мария Ивановна, папа оценки ставит? Мне надо папе, чтобы папа все... Так, дочка, папа ставит тебе оценку, вот тебе аттестат. И она понимает, папа серьезную власть имеет. И причем никто не контролирует. Допустим, есть там... И прям так предмет. Изучение Ветхого Завета. Так стоит в дипломе этот предмет. И он официально утвержден. История изучения Нового Завета. И там стоит оценка. Там еще предмет. Музыкальное образование. Ребенок учится. Трудовое воспитание. Можете себе представить? Вот эти те предметы, которые нужны. И более того, эта школа, она признана... Официально она признана в 67 странах мира. Можете себе представить? То есть, вот парень один учился в Болгарии. И у него была проблема, что ему нужно было сдать аттестат, чтобы получить будильские права. А Болгария, чтобы вы знали, из всех стран Европы, самая щепетильная. Там где-то запятушечка, не там. Все. То есть, это очень такая строгая в этом плане страна. Он пришел. Поставил этот диплом. А ему говорит, ну, вы должны в Министерство образования пойти. Он пошел в Министерство образования. Ему на основании этого диплома выдали диплом сертификата болгарского государственного образца. И он пошел и сдал потом этот диплом. И он получил водительское удостоверение. Вот так очень просто. Этот диплом признан и в Украине, и в России, и в Белоруссии, и в Молдавии тоже. Мы тоже пришли к директору, отдали эту справку. Он выдал нам документы, и мы обучаем нашего ребенка. Но мы обучаем по нашей программе, как мы это понимаем. Вы знаете, я так благодарен Богу за то, что Бог дает эту возможность для наших детей. Кого интересует, вы можете подходить, я могу более подробно рассказать об этой школе. Там обучаешься на любом, на русском языке. То есть, ты оценки ставишь. Ты выбираешь любой материал. Единственное, ты высылаешь им учебник, по которому ты изучаешь. Причем они не контролируют это. Например, я изучаю там историю. Историю, да, я высылал книгу «Великая борьба» Елена Вальта. Ну, а как же, мы с Бактишной должны знать, а как же. То есть, я обучаю своего ребенка истории по этому учебнику. Это учебник. Все, и это прекрасно, и замечательно. Стоит обучение такое чуть больше 200 долларов в год. Но, друзья, если так почитать, то бесплатное образование, оно гораздо дороже. Ну, там на шторы, на краску сдай, посчитайте сколько. И там, честно говоря, бесплатное гораздо дороже. Поэтому вот то, что Бог открыл. И это очень интересно. И последнее, чтобы закончить эту тему. Елена Вальт говорит, для того, чтобы сосредоточить больше власти в руках этого ордена, какого ордена, да, мы уже знаем с вами. Специальным папским декретом возрождалась инквизиция. То есть, вы знаете, ордены иезуитов и ордены инквизиции, они просто не могут друг без друга жить. Фактически, чтобы вы знали, что отдел инквизиции, он до сих пор существует в Римно-католической церкви. Вот вы знаете, представляете себе, до сих пор он существует. И почти четверть столетия руководит этим орденом никто иной, как Рад Цингер. Он же предыдущий папа Бенедит. И вы знаете, вот сейчас, кстати, он до сих пор живет в Ватикане. Да? И вы знаете, вот такое опасное сейчас сочетание, там, в Ватикане, руководитель ордена инквизиции, да, и папа иезуит. Это очень опасное сочетание. Вот, вот они, они там вместе. Вы знаете, у меня вот такой очень вопрос появился, вот, я бы хотел, чтобы католики дали на него ответ. Вот, помните, они просят прощения у протестантов за все преследования. Помните? Мы говорили об этом. Постоянно чуть что просят прощения. Простите, простите. У меня вопрос. Если вы попросили прощения, для чего орден инквизиции до сих пор существует в Ватикане? Зачем? Поэтому, друзья мои, вот, вот что сейчас происходит в мире, вот что говорит Господь по отношению к нам, какие возможности сейчас у нас есть. То есть, мы поговорили о первой теме, да, смерти протестантизма, мы поговорили о позитивности папства. Чтобы мы понимали, я еще итог. То есть, смотрите, орден инквизиции, он был создан для того, чтобы поднять роль и авторитет Папы Римского. Чтобы все подчинялись одному человеку, да, уничтожить для этого протестантизм и так далее. А орден инквизиции, он был утвержден как раз, чтобы помочь ордену иезуитов делать его деятельность. Понимаете, вот как у них сделано? Поэтому я и говорю, эти два ордена, они вместе, постоянно. Просто где-то у них есть власть, где-то нет власти. Ну, вот так далее. Поэтому в следующий раз мы уже коснемся непосредственно очень интересной темы, тема объединения религий. Спасибо вам, друзья, за ваше внимание. Давайте мы помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!